Ну привет, капитан Игорь Акинфеев, настоящий герой нашего домашнего чемпионата мира по футболу. Вратарь российской команды буквально заполонил соцсети. Кем только не представляли футболиста, даже многоруким шивы. И вот теперь легендарный голкипер во всей красе на улице Щелково. Работа появилась на детском стадионе незадолго до победы нашей сборной в игре с испанцами. А выполнили граффити щелковские художники Никита Ткачев и Аркадий Судай. Творчество высоко оценили на областном уровне. Работа «Вперед! Россия» заняла первое место на областном конкурсе граффити. Приняли решение сделать голосование на ДНР-портал в Щелковске, где народ проголосовал и выиграл именно эту работу за место другой с разницей. То есть 63% жителей Щелкова проголосовал за этот эскиз и 37% другой. Поэтому нам повезло и мы сделали данную работу, которая потом удачно так все совпала. Награждал финалистов личный губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поддерживает инициативу о проведении конкурса, предложенную художниками. Это подчеркнуло на специальной пресс-конференции, где собрались участники конкурса министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева. Я очень благодарна губернатору Московской области, который... Ну, поверьте мне, мало кто из руководителей субъектов Российской Федерации будет так легко соглашаться на такие, может быть, не очень стандартные предложения. Я очень благодарна губернатору, что он нас не первый год поддерживает. В этом году на конкурс было подано 213 работ из 41 муниципалитета Московской области. Ранее темами граффити становились юбилей победы в Великой Отечественной войне, 55-летие выхода первого человека в космос, экология. В Щелкове художники в технике граффити уже выполнили немало интересных работ полюбившихся горожанам. Тематика их разнообразна, но в основном отображены страницы героической истории страны, есть портреты знаменитых людей. Граффити постепенно становится привычным инструментом городского дизайна. Сейчас все живем в социальных сетях, вы прекрасно это понимаете. И, как вы иного тогда, работа автора говорит больше, чем все мы вместе взяты. И об этом начинает говорить очень много-много людей, делать репосты, лайки. Вы знаете, у нас были прецеденты со всеми работами, с всем вам известным мельчиком, который изображен в Бронницах, и с Игорем Макенфеевым, и все, и другие работы. Второе место – авторитетное жюри, в которое входили и чиновники, и известные футболисты, и люди творческих профессий, присудили художникам из Бронницы, изобразившим на одной из стен города знаменитого нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси. Третье место заняла работа художников из Ивантеевки. На граффити изображен великий наш вратарь Лев Яшин. На пресс-конференции журналистам рассказали о том, что на встрече с губернатором художники предложили следующими темами. В конкурсе граффити наметить изображение, что называется, обычных людей, но обязательно ассов в своих профессиях. Пожарных, врачей, спасателей. Мы спросили Никиту Ткачеву, что бы он еще хотел нарисовать в Щелкове. Допустим, в Щелково, где я живу, там необыкновенная природа. И я не буду открывать всех секретов, но будет, наверное, связано с природой, поскольку хочется в городе, поскольку у нас фасадов очень много уже разрисовано, и хочется добавить немножечко природы. А что именно, это останется под секретом.